Тоже было так весьма шатковалка, потому что ну вот они первую игру там с наунсами вообще разнесли, да? Потом вторая карта, или это не против наунс была, я уже не помню, против кого они со стройли. Против наунс, там вторая карта была тролль Разор, Урса и сборная Санян. И третья карта тоже там под 40 минут затянулась, хотя казалось бы, легко должны были они ее выиграть. Фалканс обожглись об инвокера и все-таки банят ГПК, этого инвокера они хотят. В следующий случай, да, но там тоже вещь Тускарх, Кунка, Шедена, Акстерена. Но ГПК, базовый игрокер, посмотрел на протрекер, у него 4 игры и 25% винрейт на инвокере, но все-таки ты его одна из лиган. Лучше избежать проблем, потому что видимо инвокер, как и луна, при определенном исполнении слишком оверпауэрент. Так а что, омника просто берите и все. Ну, надо банить Думу тогда. Возможно, Думу надо в любом случае банить. Либо БББ готовы играть против Омника. В МК банят Тему все-таки. Ого, и Стэнт Кинг остался у нас. Пропустили, Стэнт Кинга. Они сейчас много героев еще могут добрать своих. Ну, возможно, у них есть ответ на него? Почему бы и нет? Ну, ответ на Стэнт Кинга... А какой? Это такое, то, что ты контестишь в таке. Кстати, вот ты говорил про Чена. Вот Чен в СК мне очень нравится, потому что очень много урона ты можешь спушить от СК. Ну, тут Дум. Ну, понятное дело, почему не могут сразу на СК ответить уже. СК две позиции у Фалькон, вторая, третья. И рисковать нету смысла. Взяли просто Дума безотказного. Ну, единственное, что, конечно, пол суммонеров, да, теперь отсутствует у ББ. То есть не надо банить там Биста, не нужно банить... Ну, по-моему, суммонеров, наверное, только Бист. Энигма не особо видел, чтобы Мейера играл последнее время. Играл, играл. Ну, вот все-таки бан Монки Кинга подразумевает, что Стэнт Кинга хотят в мид поставить. Еще и ДК банят, чтобы тоже... Не, но Сайка играет тоже на МК, кстати. Ну... Ну, реже она играет. Да, ну, типа, МК в миде против СК прям суперхорошо, потому что СК нужно качаться. Тут дым-сюдым, а МК будет сайды бегать. Да, ты еще его никак не запрешеришь. Маларин всегда умеет такие матчапы в целом стоять. Он что-то выпуливает, но не стал себя усложнять. Кстати, по поводу мид-матчапа. Как вы считаете, все-таки, кто в миду будет сильнее, ГПК или Маларин? Два героев подождем, потому что если Шторм Хускар, я тебе точно с которым прохожу. Так, а в рамках скилла? На своих героях Маларин точно лучше. Ну, возможно, сейчас Банн Чи плюс Леон просто казуальный. Нет, даже Банн Луны. А, на Стейв вообще играет на Миране, я не видел. Пулеты второй стадии вообще все герои вот эти, рейнджевые. Нет, мне кажется, Торонто или Сайка будет на Миране. Да, Стейв не играл. Но вот этот вот билд, три Брейсера там... Это Сакс придумал. Да. Какого? Пика, Дейдалус. Титимир, ВРка. Что рейтится? Саппортов, клака взять сразу. Ну, я бы на месте Фалькон сразу кэрри какого-то вскрыл в Дума, потому что ты понимаешь, что Дум позиция третья, 100 и 100, и кэрри пул не настолько большой. Ну, то есть условно там ВРку хотят, может... В ВР герахов, так Снэп Файер есть хорошее. Ну, вот Снэп ВРка, почему нет? Либо там возьмут пятерку Клок, ВРка, если хотят с кэрри. А надо ли им брать стильную кора? Все-таки Омник Лина. О, Лина. Лина, вопрос по Лине. Мы ее не видели с Белл Интернешнл, хотя говорили до этого имба, хороший керри, все окей, быстро фармит, классно. Как будто бы ничего не поменялось, все так же. Тогда почему не рейтили раньше, а сейчас Фелкон за рейтили? Вопрос в команде скорее. То есть я вот каждый день, я бы хотел, вот я вижу Дума, что я бы хотел, я бы хотел Тинкера, не Думая. То есть я вижу там, я не знаю, Дума, я хочу Лину, без проблем. Родж, у тебя какое мнение по Лине? Да это просто вкусов Фина, я думаю. Просто в один момент люди отказываются, тоже там, так же играют КВ, у кого-то не получается или еще что-то. То есть, ну, либо просто уверенность пропадает в герое, так обычно на Интернешнлле бывает. То есть ты боишься в какой-то момент взять герой, потому что ты говоришь, вот я на этом больше уверен, потому что это мой герой, а Алина это больше про мету. Вот все-таки Фурион. Такое на самом деле. Пока что левый драфт смотрится набор героев, которые сами по себе. Они что-то делают, знаешь, там, когда-то коллабится. Просто вот, допустим, мне не нравится в этом драфте, кроме Фуриона, ничего под Патму нет. То есть она вот жмет саларника. Ну, есть только Лиончик. Типа Лион, Мирана могут что-то делать. Ну, они по карте что-то делают, там станут. То есть, возможно, вообще вот в такой драфте, если мы сейчас герой, конечно, мы увидим какого-то интересного. По базе можно просто брать уже Moonlight Shadow в такую игру. Просто ББ с Фурионом, они как будто бы не коммитились в моменте. То есть ГПК был такой отдельным звеном во всей игре, и они не собирались в одном месте. Раскачивал в начале карту, потом просто терялся по игре. Возможно, конечно, что-то изменилось, они сделали выводы. Вообще я вижу плюс Фуриона для ББ против Фальконс именно, то что он поможет им лучше карту играть. Потому что он будет постоянно пушить какие-то линии, ультом, трентом. И за счет этого Фальконс не смогут делать эти макро мувы, которые они обычно любят делать. Поэтому где-то им за счет этого будет легче карту играть. База для Худвинг. Да, для крита. Артем, ты считаешь по Худвинг в мете, не в мете? Некоторые команды ее вообще забыли, но Фальконс продолжает рейтить, так как комфортный герой. Да, это герой кайфа на самом деле. Если у тебя четверка кайф ловит играть на Белке, то ты ее берешь. Герой, ну там чуть-чуть понерфили дэмэдж и аспект ей, но принципиально герой вообще не поменялся. Также очень сильный лейнер и сильно скейлится герой. Но здесь, если честно, я не прямо уверен в выборе Фальконс. Потому что у них прикольный лейд, потому что Белка и Лина очень много дэмэджа делают. И Томника это как-то сейвит в плане тимфайта. И СК, который жир плюс атаку добавит. Но у ББ банально вот эта кнопка Doom плюс Фурионвер для гейми, который может сильно линии раскачать. Все может связи с тому, что вы очень сильно линии проиграете. Ну, Фальконы, имею в виду, проиграют сильно линии. И вы начнете просто ФК бить крипов, когда Леон, Мирана и Doom начнут просто щелкать людей по карте. И здесь могут быть проблемы, если Фальконы как-то не сбалансят это все. Ну, скорее даже правильным оффлейнером. Мне кажется, СК в мид хорошо, в Фуриона работает. Но вот оффлейнер какой? При том, что ты еще не видишь керри. А не вариант для тебя поставить Скорпиона 3, мид, Лину и можешь керри поменять? Или керри Лина и мид поменять? То есть у них же есть эта опция? Ну, мне кажется, Фурион в Лину очень хорошо стоит. Ты пня направил на Лину, она ничего не может ему сделать. Да, ты его там бьешь потихоньку, но там все равно 800 хп. Пока ты убьешь этого пня, ну, ты слишком много ресов, короче, теряешь. Давай ты обахнем какого-нибудь Праймал Биста просто в центр. На пня плевать, на Фуриона плевать, по карте поездит. В Праймал Бист может быть, но играть ему тут тяжело. Один Лион в Праймал Биста, это уже до БКБ. У тебя Омник есть. До БКБшки он тебе стоит, потом ты БКБ берешь. Ну, ты сам понимаешь, что какого-то такого рода герои нужен, который вот именно с Омником в Ирлигейме будет бегать вместе и что-то делать. Иначе у тебя Омник будет сидеть в полигры за какой-то линой, вы ждете СК, пока наберет левела, блинки, какие-то шмотки, чтобы куда-то ворваться. Просто Тимбер взять, да. Можно Тимбер взять, и два героя будут флексить. Я просто предлагаю Скорпиона сразу на три отправить, пусть он там пострадает немного. Вот проблема с Тимбером в том, что Тимбер, когда куда-то побежит атаковать, туда прилетит Фурион, и не сказать, что Тимбер сильнее Фуриона в моменте будет, потому что Уль там по троим залетит, и Фурион с тычки прилетит, даст. А если СК побежит, то все же с песком ты посильнее можешь быть. Ну, по крайней мере, я бы такой логики придерживался. Но идея с Праймалом мне больше, конечно, нравится. Праймал Омни, сами нападают, сами дэмэдж носят и так далее. То есть было бы не Малоремс, как он там еще будет. Спирит может появиться, ну, то есть что-то, что вот рано начинает с командой что-то делать, которому не сильно много надо, то есть работать без вещей от левела. Так, ну у нас пока что выбор здесь как раз-таки на Праймалой падает. Все, как вы хотели, получили. Комплексно оцените, пожалуйста, драфт Фелконс на данной стадии. Ну, без Белки 10 из 10, на мой взгляд. Белку прозаживает. Белку прозаживает, потому что не потому, что Белка плохая, а потому что вместе с ней могла быть и должна была быть Бабка, которая бы с Фурионом всю игру убирала. Ты с Праймалом не сочетается, знаешь, когда за тебя Праймал или против, ты там подвязываешь, а это такая тупица просто жмет Хармиспелл и руинит тебе все. Это истерика, но... Воид для Сайки и тут Фри для ББ. Ничего себе, а ты предлагаешь? То? Картфери предлагаешь? Воид? Воид, да, Воид для Сайки. Кулстори Боб. Сколько у нас в раз появлялся? Было, было. Один, два? Не, ну с таймзоной, кстати, с таймзоной. Здесь действительно будет не так обоих. Воид, Дум, Профит, это вообще АФК гейминг, их снесут за 20. Не, это ты выигрываешь линии, поэтому ты не АФК. Так а что, Воид, тебе просто Лина будет стоять в кубе и бить тебя? Так не бери куб, бери хроносферу. Тогда сейвит этот чили-босс на умнике. Так тогда поставь на двоих. Да, не трогай, не трогай. Плюс ты сейвишь, а Дум думит. Да нет, мне кажется, Воид. Тут просто Воид хорошо с Форионом будет сочетаться в плане дэмэджа. Да, ранджавик плюс мили. Ну нужен какой-то доп-контроль, иначе умник сильно разойдется. Либо нужна какая-то доп-атака. Но милишника, ну ЦК можно вспомнить, но ЦК в Праймала СК опасно брать. Ну или там какую-то спектру, фантомку можно вспомнить. Ты, конечно, набираешь героев, которые с брейка умирают просто в секунду, а брейк появится. Он есть у Белки, есть у Праймала. Поэтому и Воид мне не нравится. Он БКБшка, он Хроносфера. Дефолтный Морф какой-нибудь. То есть ты сам умник, ты сам Праймал. Вот Морф как раз таки, вот это фулло ФК гейминг. Как Морф вообще сконнектируется хоть с кем-то тут. Ну как, в любой файт приезжаешь, знаешь, что умник, а на Фурион кидаешь в РПЛ. Да, но это ты куда-то приезжаешь, и у тебя Фурион, который тоже ждет, который куда-то приедет. По итогу VR-ка 0.2 счет, напоминаю, личного исполнения на Сайке. Ну, что было, то это было в прошлом, поэтому давайте как-то считать с нулевой статистикой. Амар на Праймале? Да. Это куда интереснее играть. Надеемся, что сейчас не будет такого, что они свапнутся. Потому что, помните, был момент, когда Амар пошел в мид, Малорин пошел на оффлейн, и это было не совсем удачно. Что по итогам, дорогие коллеги? Ну, давай так, если бы Скорпион с Белки пошли, у них хотя бы дерево тут не ломалось бы. Сейчас, конечно, проблемы есть определенного рода. Я считаю, что уважаемый себя человек, играющий на ходвинг, уже привык к тому, что у них ломают все время. Да, выткатают связку. Да, просто будет 1-3 играть, чтобы из фруктов выходить. Нет, в целом меня устраивает Фалконс точно и полностью, потому что ребята слева, они не зайдут до 40-й. После 40-й они проиграют. В любом случае. Я просто считаю, что Фалконс сильнее как команда, и у них, в принципе, есть Лина под Омником, и с Эгисом они просто зайдут и снесут, и нечем будет ее убивать. То есть нужно будет какие-то кнопки нажимать в Омник, а Лина за это время вас будет бить, и СК будет огромный за счет атаков, поэтому я на Фальконс. Тем? Ну, мне пик ВР-ки не прям нравится, но я хочу, чтобы два человека слева от меня оправдывались после карты, поэтому я за ББ. Ребята, у вас есть еще время найти аут для команды ББ? Найти аут? Типа дверь, дверь. Не знаю, то есть я просто вижу Лину, перед ней прямо жесткая стена мощных героев, с которыми ты тоже делаешься. А есть кто начинает драку, есть продолжение в виде Скорпиона. То есть как должны ББ начать файт, кто подсветит для Фуриона все вот эти цели. То есть ВР-ка не хочет идти первой, Дум не хочет идти первым, но они все хотят начинать потом. Ультами раны светят. Ультами раны светят никому? И злодеям, и жертвам. Все верно. Отлично. Дорогие друзья, мнение наших аналитиков вы услышали. Первая карта основной стадии The International 2024 начинается прямо сейчас, поэтому мы передаем слово нашим прекрасным комментаторам. А у микрофона Crystal May Smile. Удачи вам, ребята. Спасибо, спасибо. Надеюсь, и нашим ребятам тоже удачи. Да, для ББ это очень серьезное испытание. И как думаешь, Серег, будут оправдываться у нас Митяй вместе с Роджером перед ФНГ или нет? Да кто-то точно будет оправдываться. Это 100%. Потому что аналитика здесь поделилась. У нас равные драфты. У нас активные пики. Да, игра вообще не будет томной, не будет скучной. Иначе вот стоит сказать, что на протяжении всего сезона у нас ребята из ББ, вот камень претновения для них Falcon был. Просто какой-то криптонит, который они не могли обыграть. Всегда вот этих на финальных стадиях, где-то там за третье место, за финал они боролись, и всегда Falcon их обыгрывали. И будем надеяться, что эта тенденция вот сейчас порвется. Что именно на Инте это все произойдет. Единственный раз, когда у них получалось хотя бы что-то сделать, это выйти в ничью. Если это 2 серия была, да, остальные серии они проигрывали на протяжении сезона. Очень сложная команда Falcons для ББ. Но в случае с ББ, мне кажется, они прекрасно понимают, что единственное, чем они смогут развалить, так это темпом. Давайте послушаем, что скажет тренер Falcon по поводу этого. И с тобой Ауи 2000. Привет, Копенгаген. Поговорим с самой легендой. Рады видеть команду Falcon здесь. Вы забанили Кунку и Таска. Но вы позволили им пикнуть Мирану, у нее хороший винрейт. Вы решили взять Праймал Биста как ответ на Мирану? Да, это первый раз, когда вы берете Праймал Биста. Никогда его не видели на основном арене. И что ж, мы об этом не знали. Да, у нас это все было запланировано, конечно же. Мы просто прятали эту стратегию до этого. Что ж, я не хочу давить на тебя, конечно же. Но это нижняя сетка. Возможно, это последний твой шанс поболтать с фанатами. Что могут делать фанаты, чтобы поддержать вас, чтобы вы выиграли? Я не знаю. Я думаю, что мы вполне спокойны. Но мы, конечно же, будем рады, если фанаты будут за нас болеть. Потому что чем больше болеем, тем больше у нас шансов на победу. Что ж, послушаем эту толпу и перейдем к первой игре. Да, атмосфера на арене замечательная совершенно. Понятное дело, что абсолютно большинство будет болеть закрыто. Так как это все-таки его домашняя арена. Ну и кроме этого, по поводу заготовочек. Я думаю, самая главная заготовка, что мы увидели Праймал Биста и не у Маурина в руках. Да, причем любят они его, знаешь, пикать именно на поздних стадиях. Такую выкатывать опять же свою вот эту коронку, так называемую. Ну, без разницы, мне кажется, что Маурина, что Амара не мог спокойно отыгрывать на одинаковых персонажах. Поэтому без разницы у них очень крутой пункт. Ну и аспект, скорее всего, меняется в зависимости от того, на какой позиции ты играешь. Все-таки на второй позиции от Маурина мы видели самый неупотребляемый никем аспект, который дает тебе АЕ больше и с Бластлоуном шикарно стакается. Конечно же, на позиции 3 ты берешь дефолтный на мувмент спид. Очень крутой винрейт, кстати, у Леона. Да, вот ПБ очень часто с ним играют. Это сейв там прям какие-то неимоверные вещи делает. Опять же, он очень классно двигается. И прям вот его героиня, что-то там под 85% винрейта у Леона сейчас на турнире. Поэтому это очень круто. Спасибо сейву за это. Спасибо сейву за это, да. Иначе бы никто его не пикал, судя по всему. Не самый популярный герой. Время нападения на скитера. Возможен забрать себе ФБ для Миро. Но есть подхил от Снэйкинга. Еще одна тычка сейва. Вот она ФБ-шечка сладенькая. Прилетая для АП, Б, Тим. И можно даже еще и размять Снэйкинга. Да, и кто забирает сейв, как раз сейчас быстрый ботинок там прилетит. Быстрые транквилы будут. И можно будет очень круто двигаться по карте. И нужно продолжать доминировать этот лайн. Поэтому старт довольно хороший. И ГПК в миде, посмотри, как классно стоит. 13 на 4 против 7-0 у Малорина. И надо темповать. Надо темповать. Опять же, пик на фулл темп. Это все будет под Мирану. Как раз пятая позиция, которая будет хороший баф давать для Фуриона и для Мирана. И поэтому здесь можно будет так уверенно, если Линя постоит, закончить игру быстро. Хорошо, Серега. У меня вот вопрос. Потому что я смотрю, здесь два агрессивных драфта. И с одной и с другой стороны. Кто на таймере, по-твоему, больше? Или таймер вообще не существует в таких играх? Ну не, на самом деле равные драфты. И с той стороны Лина, опять же, подомником. И очень хорошие дизейбл будут в плане героев. Ну, в плане по героям ББ. И с другой стороны, абсолютно, та же самая ситуация. У тебя Гофурион, ВРК и Дум, самое главное. Потому что не любят такие персонажи. Вот сколько мы раз видели, вот этот лайнап, когда берется лута с хорошими нарейтами, против него играется Дум. Ты просто прыгаешь, Дум, и все. Да, и все. И Омник там какой-то не очень круто работает против этого всего. Это правда, с одной стороны. С другой стороны, по ощущениям, будто бы в Фалконс намного проще драться с точки зрения больших тимфайтовых кнопок. Да, у тебя и Син Кинг шикарный в этом вопросе, и Прямо Бист. Также добавляя случаи с ББ, такое ощущение, что вот этого большого контроля и большого ДПС по именно Арии, его не так много. Все довольно точечно. Немного, да, но опять же, кто первый стартанет драку, тот и будет в преимуществе, в таком неплохом. И линия мне нравится. Очень хорошо линия стоит, да, что ГПК на миде прям уверен. Ну, его догнал Малрин, ну, вообще все коры у ББ чувствуют себя хорошо. Приседания на линиях нет, и от этого как раз ББшки будут отталкиваться. Да, проблемы небольшие только пока на топе. В связи с ФБ, который устроили ББ на боте, тем временем Сайка не то чтобы кайфует, линия стоит не под ним, вот только сейчас запулировать получилось в Торонто-Токио, так что лайн будет восстановлен, и уже можно будет плюс-минус под вышкой стоять. И, конечно же, не забываем, да, про то, что ВР-ка здесь не просто ВР-ка, здесь ВР-ка под бафом, под мы, что последствия может привести к очень серьезным последствиям, потому что у тебя и Фурион, и туда же Дум залетает, да, с аурой, очень-очень сильными будут обладать тычками, и определенный физический ДПС на стороне ББ, на мой взгляд, в этой карте. Вот магический, конечно же, у Фалконс превалирует. Знаешь, что ББ нужно не пропустить? Нельзя пропустить, вот как раз Фалькон очень сильный после 10-х минут с своими передвижениями, когда Малорин начинает по карте двигаться, у него всегда вот такие непредсказуемые телепорты, или как-то он там круто любит смещаться именно по флангам. Вот нельзя проворонить ББ как раз вот это движение. Да, да, это правда. С другой стороны, сами ББ довольно часто любят влетать через Твингейты. Я думаю, отдельно мы будем смотреть за Скиттером и его Твингейтингом на ботом, потому что тут-то находится Виндрас, который Лина с удовольствием будет справляться при помощи магического дэмджа, и какой-либо Торон Токио, например, просто не сможет подсейвить, это не дерево, или какой-то подобный герой там, или тот же самый Омни Найт. А мы знаем, насколько любит Скиттер агрессивные передвижения через Твингейт, и, соответственно, раннее снятие вышки на боте. Почти все в интервью об этом говорят, да, что нельзя проворонить вот эту информацию. Как раз и Найн-класс у нас в аналитике говорил, что всегда в оффлэйне нужно контролить отсутствие Скиттера, соответственно, со Снейкингом, потому что они вдвоем могут прыгнуть в этот гейт и с этого начать как раз-таки неплохую доминацию. Правда. Интересно то, что ББ не ставит Вижн на Твингейт, да, и с одной, и с другой стороны. На самом деле и Фалканс также не поставили. Мы уже видели в рамках начальной стадии плей-оффа такие мувы. Особенно этим занимаются, конечно же, китайские команды. В вопросе вардинга тот же самый Дивай. Просто шикарен. И очень хорошо обезопасивает своего тиммейта. Торман-то не получилось тут забрать большого кента при помощи стрелы. Ну что, бывает? Бывает. Разминочное. Не киберспортивное время. Там сейчас 10 утра, да, у нас 11 уже, скорее всего, да, у нас в Копенгагене. Поэтому, да, сейчас будут просыпаться ребята потихонечку. И, я думаю, к концу дня игрового там уже будет прям супер мощная такая и проснувшаяся дота. А вот и варта, о котором я говорил. Спасибо Снайкингу. В свою очередь, надеюсь, вы, ребята, тоже проснулись. Сегодня очень большой день. Очень много классных игр. Особенно, конечно, лично я, например, жду Клауд Найн в верхней сетке. Этот матч, на мой взгляд, один из тех, что нельзя просыпать никоим образом. Поэтому, если вы вдруг еще в кроватке просыпаетесь постепенно, да, там, умойтесь и так далее. И сосредоточимся на доте. Пока довольно сухой счет, но мы понимаем, что совсем-совсем скоро напряжение будет расти. Фурион огромный. 3200 от него. И ГПК готов летать куда угодно. Ну, либо играть под своих тиммейтов. И ультимейт у Фуриона уже есть. Так что у Сейва и Торонто-Токио развязаны руки. Надо где-то гангать. Надо где-то находить в Праге. Да, какие-то активные сейчас действия нужно предпринимать. Это, опять же, можно по раме-беста попробовать снизу. Забрать то, что там в спину. Кроссмирана сейчас заходит. И если получится что-то придумать, опять под связочку какую-то там на единичку. Да, можно было бы. И под Фуриона, под его ультимейт. Можно здесь, на самом деле, Амара подсвязать было и попробовать как-то развалить. Там гранатка есть, Фурион может прилететь. Почему нет? Очень пассивно пока играет. Но, опять же, преимущество растет у ББ. 3000. Они довольны. В какой-то момент вот 3000 уже по голде. И сложно Фелканс будет, конечно, в ближайшее время. Учитывая то, что Лина совсем-совсем печальна с точки зрения начального натворца. Да, самая низкая строчка среди коров. Понятное дело, что стаки будут сделаны, но не для Лины. Тут имеются и Праймал Бист, и Стэн Кинг. Они оба хотят себе эти стаки забирать на регулярной основе. На топе, тем временем, Миро ждет хоть какой-то поддержки. Ждут, конечно, шестого левела для Дума ББ. И вот Тарон Токио уже на Твингейте залетает. Но информация была получена заранее за счет варда, который поставил Снэйкинг. О котором мы с вами только что говорили. И, таким образом, лещайший фраг для Фелканс. Абсолютно такой же вард надо поставить ребятам из ББ. Потому что движение, вот оно уже идет. То самое движение. Вот они втроем заходят. Да, это такая опасность. Да, в спину будут Верки заходить. И вот это как раз нельзя было проворонить ББ. Ну, подожди, подожди. Сайка, может быть, как-то выйдет еще. Посмотрим. Бендран нажимается. По нему прокатывается Амар. Приходится дальше Снэйкинг. Есть еще контроля. Связка неудачная от Сайки. Но под сейв от Сейва прилетает Мельник. Все-таки пытается ему что-то сделать. Получается закрыть скидера. Разменивается кора на кора. Малрин, ультимейт, эпицентр. И ГПК может не пережить. Под Сейва никакого нет. И все-таки он отправится в таверну. Миро прилетает туда. У него пятый левел. У него нету дума. И он ничем здесь может не помочь. Его также заберут. Это что, Team Vibe? One by one. ББ-тим. Вашли в своего оппонента. И все погибли. О, мой бог. Какая ошибка. О чем мы и говорили. Вот то, что мы как раз с тобой обсуждали. Буквально две минуты назад. Вот нужен был этот вард. Снэйкинг его поставил. Торонто его не поставил. И вот как раз они наступили. Вот то, что наступает большинство количества команд. Просто вот это передвижение. Это нужно читать. Это нужно знать. Просто как. Да, да. Они прочитали. Очень странно. На самом деле, да. Последнее время мы видим, что очень пассивная дота. Даже не только потому, что команда не агрессирует. А наоборот. Потому что их оппоненты очень хорошо читают карту. Двигаться по этой карте любо-дорого смотреть. Она огромная. Можно всегда где-то спрятаться. Но здесь ББ были совсем не на коне. И самое странное, на мой взгляд, это последний телепорт от Мейро. Когда уже все явно катилось не в ту сторону, которой нужно было ББ. И у тебя нет ультимейта. Зачем же ты здесь оказался? Ну, ответ на эти вопросы мы узнаем попозже. Сейчас самое главное ББ просто собраться. Выдина. И постараться реализовывать свои нетворцы. Которые сейчас уже, конечно, немножко перевернулись. Малрин. Бардик, смотри, какой стоит. Они еще ловят здесь Сайку. Нельзя умирать ни в коем случае. Должен спасаться. Вроде нет. Не хватает здесь под сейва. Опять умирает. Вард хороший. Да, его снибут здесь. Можно, кстати, попытаться его даже задевардить. Или просто под него играть. Не уходить отсюда. Потому что, ну, прекрасно понимают сейчас ББ, что именно там Вижен стоит. Многие говорят, что самая сильная часть ББ в их ленинг стадии. Они, правда, отлично отстояли. Но для того, чтобы реализовывать это преимущество, нужно сыграть. А пока играют именно Фалкон. На этом Team Viper просто 3000 отыграли. Ребята из Фалькон. 3000 ББ вели. Сейчас 1000 уже Фалькон. Они еще раз выбирают ВРК, да. То есть они сейчас еще и тайминги для Сайки довольно серьезно переворачивают. Ими Еро с шестым левелом. Блинк Даггер будет следующим салтом собираться. В свою очередь Снэйкинг уже ждет кого-нибудь в гости на топ. Либо просто экспултает. Я не знаю, какой тут план для Фалкон. Не факт далеко, что им нужна эта вышка. Учитывая то, что они разменивают. Можно, кстати, прямо сейчас пойти в Тунгейт. И задефать свою собственную. Да, можно попробовать. Опять же, после этого Тавра. Я думаю, Скитер сейчас будет как раз сразу туда смещаться. Да, вот уходит он в Гейт. И не отдаст верхний Тавр. Опять же, под Омника, который там уже почти седьмой левел. С ультимейтом. Лину будет очень трудно забрать. Даже если на нее будет выпад. С другой стороны, надо обезопаситься как-то от Дума. Нужна позиционка. Фурион прилетает на топ. Фур, кстати, снесла вышку на миде. И таким образом у Дании уже все неплохо. С точки зрения инотворца и, конечно же, контроля карты. Но мы видим, что мидл никто просто пока не играет. Сайка. Все фармят Амара очень нагло здесь аж под Дир-2. Но, опять же, при прикрытии тиммейтов там и Сент-Кинг. Он уже с даггером, по идее, сейчас будет запрыгивать здесь. И это пайповый билд от Амара будет. Да, никакого блэйдака в самом начале. Мы привыкли все-таки к этому артефакту на Праймал Бесте. Даже наунс его собирают. Но мы видим, что пайпа поинтереснее здесь будет. Потому что Фелконс хотят играть в максимально быстрый темп. Да, сейчас нужно пассивно отыграть и прикрыть. Вот он, смачок. Да, даггер все-таки долетел до Сент-Кинга. Есть у него уже по нету, что должен был быть. И вот как раз с ним сейчас будет этот выпад. И опять пять героев снизу. Торонтыч. Ну, ничего страшного. Если пятерку заберут, да, мне кажется, Торонт Токио и занимался тем, что разведывал территорию, давал информацию, вышел при помощи дабл-липа и все в порядке у него будет. Зайдут в спину Малорин вместе с Критом. Ну, хватит ли у них дэмэджа, чтобы быстро забрать Сайку. Не получить на себя телепорты. Ну, потому что пешки-то пойдут. Дум-то есть. У Мейро. Виндрейнджер за секунду была снесена. Идеальное исполнение от Стаса. Амар. Рядом. Торонт Токио также можно взять за усы. Если еще один лип или не откатился, то тут уже не имеет никакого значения. Его просто растоптали. Как же тяжело, ББ. Ну, после этого тимвайпа как-то все порушилось моментально. Знаешь, как-то нотку тильта, что исловили. И вот сейчас не клеится игра. И уже два героя сверху. Находятся с инкинклина. Опять же, могут здесь прокастать вообще любого. Малорин уже десятый. Он все еще с блинком может ворваться. Они потеряли инициативу, да, после этого тимвайпа. Ты правильно все говоришь? Да, было все потеряно. И вот главное сейчас ББ, то, что у них очень сильная проблема в мидгейме. Да, они классные лайнеры, безусловно, классные исполнители именно в этом аспекте дота. Но именно они зачастую теряются в мидгейме, а в лейтгейме я вообще молчу. Тут уж Depends on, я бы сказал, от их драфта, что называется, на можешь ли Nightfall вытащить или нет. И Сейп давал недавно комментарий, да, что если у него игра не идет, если как-то проседает он по геймплею, то в этом случае у всей команды ничего не идет. Это в целом логично, потому что он пост-четыре, но с другой стороны, на мой взгляд, Мельник, наверное, одна из лучших четверок мира. И сейчас находится в сумасшедшем прайме. Посмотрим, что мы от его Леона увидим. Но пока у него даже шестого нет. Ну, по крайней мере, весной, да, вот в предыдущем нашем патче, он был, да, лучшей, наверное, четверкой. Он очень классно исполнял. Как бы там ББ не выступали, но Сейп именно всегда во всей красе себя показывал. А вот и шестой левел для Леончика. Блинкдаггера, конечно же, будет первым слотом собираться, но до него еще долго. Чтобы его собрать, нужно успешно подраться. Смогут ли они это сделать? Смогут ли они найти один килл при помощи Дума или, может быть, даже парочку? Это очень важный вопрос. И Фелканс пока, судя по всему, готовы. Не то чтобы даже готовы, они просто очень далеко находятся. Сложно кого-то загонгать здесь будет. Ну, Фелканс просто пассивно сейчас карту отыгрывают. Очень большой участок был выформлен от них. И вот этот Смог, он в пустоту просто сейчас от ББ. Никого они здесь не найдут. Мы это прекрасно видим с вами по карте. Поэтому, ну, много времени теряют. И как раз Фелканс за счет этого их перефармливают. И двойку фармят, да. И всю карту здесь забирают. Так, Снэйкинг еще один вард. Ну, вот Снэйкинг можно забирать. Уже много времени они потратили ради пятерки. Сейчас еще и не заберут его Снэйкинг на реакциях максимальных. Нажимает из себя Репелл Топаут. О, даже ПКБшка еще не появилась. Да, уже ПКБ Топаут по факту есть. Правда, не в тех руках. Важный минус нужно было сделать, потому что минуту времени потеряли эти два героя. Да, у нас тройка и четверка были в ганге. А вот ребята из Фелканс как раз делают выпад. И тут вардик, который видит их. Да, и видел и Снэйкинга. Видел здесь и Крита на белке. Супернеудачный мув от ББ. Очень много времени потратили на Думе и на Леоне. В свою очередь Сайка продолжает ботом подфармливать. Молнии еще нет. 15-ая минута. Привыкли мы к совершенно другой ситуации для Верки. Но на самом деле, да, он показывает скитер. У него-то тоже ситуация не самая лучшая на планете. Его старт был довольно слабым. Но вот эти три ганга на Верку за 2 минуты времени, да, они подравляли, как Верка классно шла на старте. Миро, блинк, Дум сразу же на Снэйкинга. Хорошая реализация Дума, как ты думаешь? Да, а ты нигде больше не находишь эти киллы. Хотя бы кого-то убить. Умирает здесь онник, да. Он еще успевает на память несколько крипов. Красиво. Классно сыграно, да, от Снэйкинга. Смог ответный от Фелканс. Тоже двойкой. Причем примерно такой же. Саппорт плюс кор. Попытается найти здесь Дума, скорее всего. У того никакой пайпы и ничего вообще, в принципе, от магии нет. Мидас он там хочет. Даггер хочет. Он меняет квикбай себе постоянно, Миро. А будет Мидасить продавать. Скорее всего. И, конечно же, рота Фотостереглипнир появляется у Дани КПК. Сейв, сейв, сейв. Опасность в опасности. Они в него влетели. Они влетели в Торонто Токио. Могут две по цене одного забрать. Но сейв живет пока, что Торонто Токио пытается выйти из-под Амара. Хорошо сыграно ультимейт с Тамара. Сочненько, конечно. Но это суперминорный момент. ББ дали очень много спейса своим кором сейчас этим мулом. И при этом все, никто из коров не поставился под смок со стороны Фелкон. Так, еще у нас Мьера здесь тоже страдает. Семкинка же, сносотель портнулся. Крит здесь. И пауза ставится. Тим Спик, что-то там какие-то маленькие у нас трудности. Не видит никого здесь Мьера. Опять же, вне вижени. Ну, под ультимейт, да. Просто под ультимейт будут его забирать. Прекрасно понимает, Дума нет. Только что был потрачен Омни Найт. И, скорее всего, не открутился, потому что кулдаун огромный. Ну, что тут может спасти? Не знаю. Тиммейты, скорее всего, не успеют просто. С другой стороны, у него хотя бы накидка, да, пассивная с 2 аура есть. Ну, такое. 1600 хп. Мало это все будет. Я думаю, 1600 хп ему снесут, опять же, за 2 ультимейта. У Белки ультимейт тоже есть. В общем, должны. Не находят. Дум с 1666 хп. Так, врыв. Так, так. А как? Что? Ну, как-то не сказать, что, конечно, S4 исполнение сейчас было. Но, в целом, дэмэджа более чем хватало, поэтому можно себе было позволить. Сейп тем временем дает Хекс. Амар. На него нужен подкоп. Он летит, конечно же. А дальше? Это просто, мне кажется, да, знаешь, это даже не нападение от Амара, а просто зонинг оппонента. Да, все. Вот эта вот минута, мне кажется, где Фальконы прямо в самой сильной команды в мире. Это десятая-двадцатая минута. Они очень классно двигаются по карте. Они уже не раз доказывали именно на этом турнире, как они переигрывают там команды, знаешь, такого, тир-полтора уровня темных лошадок просто на одних движениях. А все только потому, что был одан один Doom, да? Как только Doom был одан в Снейкинга, Фалькон, сразу же уже у тебя на твоей половине карты, делают все, что хотят, гангают тебя, ничего не боятся. Соответственно, этот тайминг, возможно, не стоило реализовывать, или, возможно, стоило реализовывать как по-другому. И мне кажется, что очень серьезно выпадает сейчас из игры Фурион. Он вроде большой, но где мы его видим? Мы привыкли, что он прилетает на какие-то ганги, да, создает большинство на карте в любой ситуации. Но вместо этого мы видим то, что они просто его пока не реализовывают. Мы понимаем, что он ждет БКБ, но все же. Да-да, если бы они не проворонили тот с этим вайп, тот передвижение от Фальконов в портал, то у них было бы все хорошо. И, опять же, они могли бы от этого отталкиваться, от своего неплохого перефарма стартового. А здесь, вот как ты сейчас будешь драться против этого огромного Сэн Кинга, против огромного правила Беста под Омни Найтом? Да, да, непонятно. Ты просто не можешь это делать. Непонятно, где дэмэдж брать. Ты прав полностью. Я думаю, то, что в следующей карте мы все-таки увидим в варде Ангтвингейта. Я буду крайне удивлен, если этого не произойдет. Миро под падением от Амара. Но Миро говорит, ребят, окей, да, у меня медайстик, у меня Деваур, я своего выформию. Понятное дело, что меня могут находить, могут забирать, потому что оно все-таки слишком глубоко зашел. Но это нормально. Я отпушиваю лайн, я создаю, соответственно, спейс на карте. Но если ты умираешь, медасик не юзается, и Деваур тоже не юзается. Поэтому поменьше стоит умирать. Все-таки тогда фарм пойдет, потому что, ну, очень редко можно увидеть, когда дум идет шестой по Нетверсу. Да, да, это правда. И проигрывает очень много денег. Ну и самое главное, это то, что этот медас сейчас не дает возможность драться его команде. Условный блинг или условный пайпа, там, не знаю, какие угодно ауры, могли быть полезнее для команды в данный момент. Ну, играем в лейт, окей. Мы понимаем то, что АПП пришлось переобуваться прямо в полете. В вопросе плана на игру надо подстраиваться. И Торонто-Токио здесь схватили и забрали. Салон безальтернативный. Ну и фальконы тоже, как бы, с километра особо не попадают, да. Сколько вот этих гангов уже было, два или три подряд. Ну, кривоватенько юзает. Но все равно даже этого хватает, опять же, чтобы перегангать ГБ. Стоит на топе. Сетапец Китер. Здрасте, даже прилетает ГПК. Вот это, о чем я говорил. Ну, что произошло с Импейлом? Неужели новая старая мышка снова не работает? Тем временем подкоп от ГПК. И, по ходу, фура тоже отсюда не уйдет. Вот фармил себе БКП и фармил, да. Потом позвали. И что оказалось дальше? Дальше оказалось таверна. Обидно. Обидно. Не получилось нажать классно кнопочки ПП. Демиджа не хватило на Лину. Очень хорошо по позиционке сыграли. Фалконс вовремя среагировали. И в ответ забрали двоих. Миро, здравствуйте. На одном и том же месте это все происходит. Но тут не будет помощи для Амара, поэтому вряд ли кто-то здесь будет убирать. А можно Дум дать. Можно Дум дать и вместе с Сайкой сыграть. Да, Патма там погибла на фоне. Снейкинг пришел, говорит, давай, нажимаем репел, тэпал, все будет хорошо. Контроля нет. Да. Возьба КБ. Хилл смысл не было кидать, там Дум был. Но на миде еще Мирана тем временем умирает, там как раз в соседнем экране это все показали. Торонтош там загулял, у нас пытался мидл отпушить, но там три героя было. Везде, везде просто герои команды Фалькона. Да, да, и как же героиня то, что Омни Найт, да, в драфте. Насколько же тяжело против него играть. Вот ты отдаешь Дум в прайм-лубистан, думаешь, ну ладно, окей, с плюс один, сверху. Опа, здравствуйте. Хекс, хороший мув от Сейва. Перетапил Саппортика, на топе тем временем забирает ГПК. Сложный он будет отсюда выйти, лагуну ему дали. И Снейкинг просто выйдет, дамы и господа, он просто выйдет. Вы думали, у него какой-то репел есть? Нет, у него в КД. Он только что его отдавал на прайм-лубистан, а КД огромный, там около минуты. И он взял и вышел без репела, говорит, ну и ладно, послали меня. Знаешь, такой звоночек, когда ты в два героя, такие довольно расфармленные герои, не можешь забрать пятерку. Да, так ты думаешь, это звоночек? Я думаю, что это колокол. Причем просто на всю Ивановскую. Царь колокол. Да, да, это он, Амар. Нет, все в порядке, Мейер выйдет. Я даже не знаю, а что делать-то? Серег, что делать? Да что-то аутов нет. Ну, два БКБ, понятно, пик силы для ББ будет. Да, у нас появится на Форионе БКБшка, на ВРке БКБшка появится. С этим можно будет играть. Сейв может всегда круто застетапить. И вот он с тетапи, дает хекс на крита. Туда же влетает Мейерро. Отличный ответ от Скидера, даблстан туда же. Отправляется в таверну Леон в размен на крита. Тем временем Стэн Кинг ультанул с Бастоном. Его просто невозможно пробить. Он уничтожает двоих. И третьего сюда же заберет. Трипл хил для него и превосходство богов. Как же легко и как же играющийся для Мауриной кампании. Как же Бастон он это порешал? Стоит в песке, стоит в эпицентре и вообще ничего не могут сделать. Пытается вообще фулл фокус по нему дать, а у него хп только увеличивается. Да, да. И непонятно, как ему дать этот фулл фокус. ДПС-ов просто нет. Дай посмотрим еще раз. Сейчас такой неплохой фокус по Маурину залетит. Тут сейчас еще быстро забрали сейв. Опять же, не успел в них стонуть. Удатт Слава и Кубуката почему туда влетел? Он же знает, как работает Бастон же. Он понимает, что будет эпицентр. Если он будет получать от него урон, то они никаким образом не перебьют Маурина. Но туда же прилетает еще и Торонто-Токио. И они все втроем делят этот эпицентр и кайфуют. Точнее, кайфует один Маурин. Уж простите. 4 кила. Всего лишь 4 кила у нас от ББ. Как же печально, плохо. Сейчас еще пойдут забирать здесь, соответственно, терзателя. Тоже халява. Как он сейчас с нейкинга или белки выпадет. Но пока это совсем не та игра, которую мы ждали от ББТ. Особенно с таким драфтом. Особенно с таким началом. Но всего лишь одна драка. И вся инициатива в руках у Фелканса. Они продолжают доминировать. А мы знаем, что такое Фелканс. Если вы даете им хоть какую-то инициативу, хоть какое-то преимущество, эти парни умеют его реализовывать. Кстати, очень крутой шард выпадает. Бумеранг же появится. Амплифай такой неплохой дает магический. И под Сумкинга это все великолепно будет заходить. Согласен, согласен. Сочный шард. Не скажу, что самый лучший в игре, но здесь он очень неплохо заходит и под Праймл Биста, и под СК. Все временем Торон Токио находит уже на треугольнике Фелканс. Еще один фраг для Малрина. Супер легко и просто. И у Скитера уже пика. И вот с пикой я, честно говоря, вообще не представляю, что им делать. Они просто не достигнут Скитера здесь, да? У тебя два огромных танка, которые зонят пространство в нереальных объемах. Сверху подстрейвливают Омни Найт. Так еще и сам Скитер сможет себя спасти при помощи пики. Да, просто демиджи сейчас в драке, наверное, на одного героя. Вот плюс-минус, если ты там быстро фокусишь, как ты кого-то там подумал. Все, дальше тебе в ответку сразу Хальконы разобьют кабину. И что с этим делать? Непонятно. Опять же, тебе нужны блокинбары. Обязательно без блокинбаров ты вообще здесь драться не можешь. Посмотри на этого прайма лбиста. Кримсен Гвард, Пайп, как ты вот это все пробивать будешь и еще подобное. Я не представляю себя. Я не представляю. Понятное дело, да, что надежда сейчас для ББ не только их две БКБшки, а самое главное, это надежда на то, что Фалканс где-то ошибутся. Кто-то где-то загуляет, да? Кто-то где-то окажется вне своей команды, а на другой линии. Я пока не знаю, как они будут ошибаться. Еще плюс Рошан для Скитера сейчас вместо капелек. Ну, они на рампу пойдут в ближайшем будущем. Ну, не для этого Фалканс сюда приехали, да, для того, чтобы ошибаться в финале лузеров. В лузерах в первой же игре в финальных дней трех. Нас ждет, конечно, еще и Фьери. Доты очень много классных игр. Что сегодня, что завтра, что послезавтра, сами понимаете. Поэтому планируйте свой отдых, планируйте свои тайминги для того, чтобы зацепить максимум игр в рамках этого праздника Доты. Да это вообще самый непредсказуемый Интернешнл. У тебя год до начала турнира где-то 6-7 команд претендуют на первое место. Претендовали на первое место, да, там уже некоторые вылетели. Но обычно 2-3, ну, которые прям явные фавориты, всех разваливают. Ты не можешь ничего сделать. А тут ты вообще не можешь предсказать, кто это вылетит. Учитывая, что главный фаворит турнира уже вылетел еще до финальных трех дней. Ну, по котировкам был главный Фалькон, и на втором месте шли. И где-то на третьем, наверное, GG, да? Там и GG, и Extreme, и Liquid, и там они все рядышком. Там прям не сильная разница была в процентаже. Так, ладно, продолжаем. Три Брейсера у нас здесь вот в Торонто еще. Да, надо как-то по максимуму одеваться в ХП. Вообще не хотят драки принимать, потому что сейчас ничего не смогут сделать. А Фальконы, они тебе на рампу сейчас будут заходить. Я думаю, да, на самом деле, интересно было бы посмотреть процентаж поддержки еще и в самих предиктах. Уже после того, как у нас закончилась первичная стадия плей-оупа. Потому что заранее-то мы видели, да, что очень много народу болеет за те же самые Фалькон. И мы смотрим за заходом на ботом. Аегис у Скиттера еще 4 минуты имеется. Сложно, сложно будет отбиваться ПП, но есть смог, есть шмотки. Все необходимые, о которых мы говорили, а именно ПКБшки. И, возможно, это последняя драка. Возможно, это последняя. Для ББ. Если они не выигрывают здесь и прям в ноль их сейчас Фалькона закапывают, это они сразу ГГ пишут. Слейф будет первым, кто будет выходить, будет искать таргет. Италий Мельник понимает, насколько важно здесь найти страниц, когда они находят. Его фокусит быстро. Сайка должен его уничтожить за ПКБшку со связкой. Там все время Мейро погибает от Эпицентра. Не успевает дать даже Дум. Минус Верочка туда же. И остается только Даня. И это GGVP за 25 минут. Фалькон стирают ББ. Один выход. Просто ты проворонил один выход. На седьмой минуте там. И все. После этого игра ломается кардинально. Ты не можешь ничего сделать. Все команды знают, что туда вард надо ставить. Вот все команды знают. И этот вардик там он должен быть. Даже я вот об этом говорю. Да, куда уж мне-то. Но, да, очень странные действия от ББ. В свою очередь Саиф в нереальной зоне. Даже в играх, которых вообще невозможно вытащить. Снова находят отличные опены. Да, дальше уже не получается. Просто потому что дэмэдж. Но остальные, не знаю. Я никого особо не заметил, наверное, среди команды ББ. Кого можно выйти.